Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как наиболее тактично предложить девушке перед сексом совместно пройти проверку на венерические заболевания в клинике? Спрашивайте. Я думаю, что акцент здесь нужно делать в первую очередь на вашем значении здоровья, это значение здоровья для вас. В том смысле, что вот если для вас здоровье важно и настолько, что вы готовы и хотите пройти проверку, то в таком случае вам нужно об этом сказать, что у вас был опыт в прошлом заражения, что у вас был неприятный опыт с доверием, потому что вы описываете истории, что вас заражали уже. Вот. Это, конечно, обмен, обман воспринимается как обман, воспринимается как обман доверия, да, то есть вы человеку доверили, а у него вот какие-то заболевания, даже если он сам об этом не знал, но все равно воспринимается это как обман доверия, доверие. Вот. И, соответственно, об этом вам нужно с девушкой поделиться, вот, рассказать о том, что у вас вот такой опыт, ну, был и был, есть, как бы, не так это, на мой взгляд, здесь важно. И, соответственно, девушка, если настроена к вам позитивно, если она настроена к вам, ну, максимально, да, то она, скорее всего, предложит сама. Скорее всего. Скорее всего, она предложит сама пройти проверку, чтобы вы были спокойны. Скорее всего. А если же не предложит, если, ну, условно говоря, такого предложения, если от нее не поступит, не поступит, то в таком случае можно говорить о том, что вероятно вы ей, ну, вот не так, не так важны. Вероятно, вы для нее не так, не так важны. Вот. И со, ну, соответственно, соответственно, это это такой вот я бы сказал неприятный момент момент здесь потому что вы, ну, рискуете, как бы, здесь получить некоторое разочарование, но вот вот вы рискуете получить здесь некоторое травму, может быть, обиду, да, но и соответственно отношения ваши могут ухудшиться, ухудшиться конечно же, вот, но в целом по крайней мере это будет честно на мой, на мой взгляд да, повторюсь вот, как мне это видится как мне видится эта история в целом в целом в целом ваш стресс понятно В целом, во всём ваше переживание, да, они, ну, понятно, вот, и, на мой взгляд, вызывает вопрос, только то, что, вот, вы говорите, что, там, приличные девушки болеют неприличными заболеваниями, то есть, вот, как будто бы тут вот у вас есть пунктик относительно приличности, неприличности, чего-либо, вот. Если вас эта тема беспокоит, как-то, несмотря на то, что вы... Вроде бы, ну, вроде, вроде бы он довольно лояльный, вроде бы довольно лояльный к этому. Вот. То об этом имеет смысл поговорить и, соответственно, ну, разрешить этот момент для вас. Так же, если у вас есть прямо-таки, прямо-таки страхи относительно своего здоровья и того, что вы можете заболеть, то подобные страхи все же могут быть с элементом нерациональности. Вот. И с этим также имеет смысл для того, чтобы он поработать. Вот. Ну, потому что, опять же, вам это может мешать жить. Вот. Здесь важно нащипать то рациональное зерно, где вы вполне адекватно свое здоровье свое здоровье защищаете. Вот. И, собственно, нерациональное зерно. где вы как бы вот уже просто вкладываете в страх, например, какую-то вот свою обиду, да, агрессию скрытую, например, и так далее. вот. Тут вот. В этом направлении, как мне кажется, имеет смысл поработать, если вы, конечно, хотите свою ситуацию разрешить. Ну, то есть, если вы хотите, ну, более свободно, да, более, более спокойно жить. Вот. Вот. Наверное, такой ответ я бы вам дал. Сейчас. С точки зрения, ну, с точки зрения психологии. на этом все. Надеюсь, что помог вам. будет благодарить вам обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работать над собой. и желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. полета с в л л л л л л л Продолжение следует...